Дубосары отмечают День города. По некоторым данным, Дубосарам 660 лет, хотя точная дата основания неизвестна. В своем поздравлении президент отметил, в истории Дубосар были и большие достижения, и трагические события. Здесь родились многие известные деятели, оставившие значительный след в культуре. Дубосары – один из центров создания нашей республики, напомнил Вадим Красносельский. Дубосары вносят свой вклад в экономику страны, в частности, Дубосарская ГЭС обеспечивает энергобезопасность государства. Как в Дубосарах отметили праздник, сюжет Юрия Чернявского. 93-летний фронтовик Владимир Таламонович Костенко лично видел, как отстраивались послевоенные Дубосары. Да и сам он принимал активное участие в строительстве первой гидроэлектростанции на Днестре – Дубосарской. В день города фронтовик пришел на мемориал славы, чтобы возложить цветы тем, кто защищал нашу страну и этот самый город. Это самый родной город, который есть на земле, потому что я знаю его развитие. Город в последние годы очень быстро стал развиваться, стал хороший. В центр Дубосар Владимир Торофеев сегодня пришел с плотной пачкой семейных фотографий. Среди них и уникальные. На добрую память. Вот его подпись Никулина, 79-й год. В конце 70-х Юрий Никулин действительно отдыхал с семьей в Дубосарах. И да, актер был в гипсе. И хотя прошло уже больше 40 лет, Никулина здесь хорошо помнят и сегодня. Что вообще сам Никулин сказал по поводу Дубосар? Это, он как сказал, это рай, а не город. Он такой красоты, как у нас в Дубосарах, нигде не видел. И он приезжал сюда дважды. Непогожий день города в этом году еще и совпал с карантином. Массовые гуляния не планировались изначально. Несмотря на то, что центр Дубосар сегодня перекрыт, день города проходит в формате limited edition, то есть в ограниченном режиме. Сюда сегодня пригласили только представителей общественных организаций. Некоторым из них сегодня вручат государственные награды. Одна из награжденных Юлия Грекул. 27 лет она проработала в местной библиотеке. Дубосары можно назвать читающим городом? Можно. Можно. Конечно можно. Как без библиотеки в таком городе знаменитом? На доске почета фотографии 26 дубосарцев. Это коммунальщики, аграрии, учителя. Общественное признание в этом году получили также врачи, социальные работники и волонтеры. Во все времена дубосарцев отличала безграничная любовь и преданность родной земле. Готовность встать на ее защиту. В этот праздничный день желаю всем нам крепкого здоровья. Каждой дубосарской семье благополучия и счастья. Двум молодым семьям, в которых родились двойняшки, сегодня вручили сертификаты на детские коляски. Отдельный подарок – ключи от квартиры. Она досталась Григорию Татару. Он сирота, и квартиру ему купило государство. Теперь Григорию вместе с женой и маленьким ребенком есть где жить. Наконец-то уже не буду снимать квартиры и платить каким-то дядям за проживание. А уже можно обустроить свое личное жилье и проживать со своей семьей. О точной дате образования дубосары историки спорят до сих пор. По одной из версий городу 660 лет. Известно, что в середине 14 века поселение вошло в состав литовского княжества. Но эта дата оспаривается, говорят, город старший. Нет общего согласия и относительно происхождения названия дубосары. По одной из версий название происходит от слова «дубосы». Это такие лодки. Есть и тюркская версия дубосары от татарского «тембосары» или «дембосары», что значит «желтые холмы». Но в чем точно едины во мнении и историки, и местные жители, дубосары – одно из самых красивых и уютных мест на левом берегу Днестра. Юрий Чанявский, Леонид Мостак, ТСВ.